ребята в общем как видите мне немножко не повезло мягко говоря это остатки клеща мне въелся клещ и он начал пить кровь я вот залазил в речку мы уже на речке уж и видите вот это покраснение это значит что он занес инфекцию я его выкрутил но он туда начал ну типа влазить в глубину получилось так что я ему оторвал пол тела то есть его голова внутри он мертвый и сейчас эту голову нужно вырезать ножом иначе ну плохо будет иначе короче надо вырезать и засунуть туда спиртом все хорошо промыть а потом еще выпить антибиотик в общем я решил это я растираю спирт если что ножик надо конечно же протереть спиртом я решил все показать как я буду это делать вот возможно это кому-то тоже поможет я не знаю если youtube это дело все забанит или как-то может может установить ограничения по возрасту 18 как обычно что как обычно он там въелся прям прям как камешек такой но это вот уж она покраснела это я я читал это не очень хороший признак говоря но самый херовый это когда вокруг такое кольцо красное появляется это уже баррелю за признак вот явный это может просто как бы начало воспаляться сейчас ты близко показываешь не поддеваю ну походу все я там не вижу больше никаких останков совсем чуть-чуть разрезал на самом деле может по моему ничего нету да ну выключи камеру глянь у нас есть надувной матрас и он нам очень поможет я думаю совершить переправу надо зубами зажимать вот этот вот тут короче мы переправились и покажу позвонил знакомый вот и сказал что в припяти полный город милиции потому что дебилы какие-то опять разрисовали стеллу но мозгов нет у людей зачем такое делать позвонил знакомый из припяти вы видели это какой-то вот такой вот жук залез мне вот сюда вот я в шоке блин я даже как-то не спалил его ходила ходил одел этот пукитель не блин иду да так вот вернемся к нашим вернемся к тому что я говорил знакомый позвонил и говорит что в припяти какие-то дебилы обрисовали опять разрисовали стеллу ну это само по себе у действия крайне идиотская вообще ну просто вот зачем это делать а во вторых это еще и портит жизнь всем остальным потому что ведь теперь из-за этих дебилов там облава там реальная облава он говорит что он но он там работает вот он говорит что там цирк просто какое-то происходит что там типа они прямо ходят ну патрулями там толпами типа говорит прямо там по пять по шесть человек много этих групп полицейских они ходят и ищут этих нехороших людей не очень умных вот и принципе правильно я так понимаю что они ищут вообще всех не только их но и вообще любых людей нелегального характера и это очень печально потому что вот люди делают такие вещи и совершенно не задумываются о том как это обернется для других вот потому что теперь ну это сегодня но сегодня мы еще не будем в припяти а завтра я думаю тоже будет ну они будут там шерстить дня три еще точно это дикий геморрой дикий геморрой теперь будет так ладно мы вообще чего сюда пришли мы пришли сюда потому что я хочу поискать тайник который год назад я здесь сделал и я сильно приколюсь если он до сих пор ну как бы есть здесь беда в том что за год уже много воды утекло я не сильно помню где именно его делал пару ямок час вырыть может его вообще нет может его съели какие-нибудь мыши здесь вроде нет да здесь нет какой-то пакетик висит я думаю это с мусором пакетик я даже уверен вот тоже как бы да вот тупо пакет с мусором с бутылками взяли повесили что-то короче не знаю где тайник какая-то попытка тоже сделать сохрану попытка дебильная потому что она все протекло здесь был чай чей-то здесь был чей-то чай и он и он уже все он уже не чей-то чай ну ладно даже если есть оставим кому-нибудь другому у нас с собой с лена и нормальной еды бедствовать мы как бы не будем не планируем решил я пройтись чуть дальше по берегу посмотреть вот может еще что-то честно говоря блин с трудом помню где девочка а ну-ка это жвачки представляете пачка жвачками интересно каком они состоянии ходу они уже не ну в принципе принципе норм немножко так они видимо чуть-чуть воды туда попала до дождя а так в целом я думаю нам с леной пригодятся эти жвачки слушай нычку я не нашел но я нашел чужую нычку ну правда она уничтоженная там был чай кто-то хотел сохранить его но оно все протекло и вместо чая там масса а еще смотри что я нашел орбит пачечку жвачек орбит вообще отлично уже дохни давай я снимаю может ближе это можно сказать безопасный костер он делается в ямке то есть я выкопал ямку и внутри нее костер здесь бревна на которую я поставлю кастрюлю короче тут под походу под затопило маленько мы подошли вот надо обходить очевидно я думаю что можно можно попробовать пройти держишься но трухлявая иди иди не дай бог короче короче братцы я перехожу босиком вот таким вот образом лена тоже раздевается достаточно мелко даже не по колено у нас небольшой привальчик прошли мы километров 18 вот и я думаю что можем успеть мы часам к пяти утра зайти в припять в общем ребята укус клеща сейчас выглядит вот так вот значит с утра я проснулся вот этот вот тут так угадывается как покраснение вот оно было более яркое такое вот четкий такой круг это явный признак того что клещ инфекционный ну то есть вот он этот круг такой действительно четкий еще бывает круг вот так вот вокруг просто такая как полоска вот но у меня слава богу этого не было вот после антибиотиков вчера я выпил вечером и утром вот этот вот эта вот область она вот такой вид приняла как бы более тусклый то есть как бы попустила потом я утром проснулся увидел ну как бы чтобы оно попустило потом прошло время и она опять стала но такая более и более яркая опять стала более яркая потом я опять выпил антибиотиков и вот она опять имеет такой вид единственное что в центре вот тут где я ножом выковыривал клеща вот появилась не знаю как синяк что ли странно она выглядит так вот но как бы там ни было я продолжаю пить антибиотики антибиотики на самом деле единственное что может помочь как-то в общем антибиотики это единственное что в этом случае может действительно помочь дело в том что если вы придете к врачу да он вам назначит курс антибиотиков то есть у меня вот у двух знакомых была такая история у друга и одной знакомой и они и он и она проходили курс антибиотиков доксициклин он от баррелиоза именно у нас в украине у нас вот баррелиозных клещей очень много считается что ну там в мае например каждый буквально каждый второй клещ баррелиозный но сейчас может каждый третий вот пьем коктейли мы пьем коктейли попускаемся немножко как выглядит моя ягодица после этих клещей вы очень приколитесь но это надо увидеть да тут дело не в приличиях можно сделать до энергетик плюс какой-то мультивитамин и с кофеином вместе и уже и уже до дороги до дороги то я думаю что мы и до дороги дойдем знаешь ну и дальше итак друзья мои мы пришли 12 часов ходу и мы в припяти за моей спиной завод юпитер и завтра нас ждет масса приключений новый день так что подписывайтесь на канал и конечно же ставьте лайк и и и и и и и и